Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком. На мой видосик «Зубной камень, белые точки на ногтях, прыщи на кожу, лице и так далее» Фреддист напишал. Вот что товарищ Берг говорит. И ссылочка. Я эту ссылочку понел, прошел. И он, значит, там говорит, что мне, допустим, как бы сказать, я принял особенно к сведению. Это то, что вот этот вот налет «Зубной камень» является ничем иным, как прикрытием для микробов. То есть микробы в ротовой полости создают такие, будем так говорить, сооружения, в которых они живут, в которых они, будем говорить, питаются и в том числе потихонечку начинают разрушать зубную эмаль. То есть для них они создают своеобразные такие пленки, в которых они, там, допустим, как защитная пленка от того, чтобы их не смыло, чтобы какое-то там вещество пищевое на них неблагоприятно не подействовало. И они там внутри живут, размножаются колонии и так далее и тому подобное. И вот он говорит, что от всего этого можно, значит, использовать жевательную резинку ксилит, ксилитом, который очищает, значит, зубы. Можно использовать пищевую соду, можно использовать перекис водорода. И потом еще одно видео, там ссылка на видео, на другое, но я его особо не стал смотреть. Там он говорит, ну и еще, мол, и еще надо витамины, там, витамин С и так далее и тому подобное. Сразу насчет витаминов я вам уже говорил и хочу сказать. Мы все наивно доверяем тому, что если слово витамин, он, значит, должен полноценно усвоиться. На самом деле, что касается полноценного усваивания вот этих вот витаминов, которые продают, где-то всего лишь на 5% из этих витаминов, обладают действительно настоящей активностью. Все остальные, что за сырье используется, что за срок годности, что там еще, что-то. Знаете, все это настолько спорно, и так как я много витаминов в свое время употреблял, когда занимался спортом, кроме нагрузки на печень и на почки, ничего не дают. Вот ты попьешь, и потом хоп, моча там пошла такая витаминная. Вот. То есть, рекомендация вроде бы, вроде бы, товарища доктора Берга, ну, действенная. Надо регулярно, значит, вот этим делом заниматься. А о чем я вам рассказываю, вы так знаете, вот сравниваете, что я вам рекомендую, и на практике, что это уже было, и что, будем говорить, вот другие рекомендуют. И всего лишь одно голодание достаточной длительности, и как раз там женщина описала, что где-то 7-суточно вообще сделала голодание, позволяет тому, что вот этот зубной камень отскакивает сам. То есть, зубные техники не нужны. Врачи, которые там будут вам чистить от зубного камня, от этого налета, все отскочило само и стало. И плюс, это, значит, зубоврачебный кабинет убираем в сторону, и плюс теперь рекомендации доктора Берга. Значит, вот смотрите, постоянно вы ежедневно должны свой рот, он говорит, полоскать там с содой, перекюсь водородой и так далее, и так далее. Знаете, вот эти все какие-то регулярные процедуры, я должен сказать, не совсем естественные. Вот вы поели, но это вроде естественно, а потом еще надо, смотрите, там, пополоскать, то есть все сделать и так далее. Они начинают как-то утомлять. Утомлять и вот это вот каждый день делать, и все это выдается, знаете, вот за такую, опять-таки, научность, вот такие вот рекомендации. И люди смотрят миллионными просмотрами, я просто удивляюсь. Я вам стараюсь дать то, что эффективно сделали в некоторых случаях и забыли. Помимо того, что голод позволяет, смотрите, очищать и от зубного камня, он еще делает массу других полезных вещей, если уж на то пошло. А то, получается, смотрите, вместо какого-то одного универсального средства, которое благоприятно действует на весь организм, мы с вами от точек на ногтях, мы какие-то ванночки делаем. От зубного камня мы какие-то полоскания делаем. А там нам как раз, знаете, только успевает отчитывать, вот тут жена говорит, а я там какой-то амвеевской полоскалкой полощу там во рту. Вот. Значит, уход за телом, уход за лицом, какая-то косметика, какие-то шампуни, то, сё, пятое, десятое. Кругом, короче, уход за каком-то отдельным волоском. Вместо того, чтобы оздоровить сразу, целиком и полностью весь организм, мы начинаем ухаживать, то, сё, делаем. Если вы решили заморочиться вот так вот, как вам рекомендуют блогеры там, все говорят, так, японские витаминчики там, та-та-та-та, там форетин у вас нету и прочее, прочее, прочее. Пожалуйста, заморачивайтесь. Я предпочитаю в качестве полноценнейших витамин использовать проросшее зерно. Далее, для разжижения там крови и всё там такое, я предпочитаю её не разжижать, а умеренно питаться, чтобы организм мог справиться с этим объёмом пищи, не вызывая никаких сгущений, разжижений и прочих каких-то смещений в щелочную среду или в кислую среду и прочее, прочее, прочее. Я уже вам говорил, что организм кислотно-щелочной баланс держит вот в таких вот рамках. Малейший сдвиг в кислотную или в щелочную сторону уже равносильный с жизнью и смертью организма. Поэтому оно вот так вот держит зубами. А у нас получается, что настолько нам рассказали, что можно сдвинуть щелочность туда, кислотность сюда, всё это гуляет с помощью продуктов, и вот это щелочные и прочие продукты. «Ну нету такого, нету, понимаете, ну нету такого». Ещё разок говорю, сдвиг в любую сторону, равносилен уже жизни и смерти организма. И всё это муссируется, муссируется, это для того, это для этого и так далее и тому подобное. То есть прислушивайтесь к тому, что я вам рекомендую с точки зрения эффективности для вашего здоровья и минимальных затрат с максимальной эффективностью.